История Беларуси. Билеты. Билет 16. Культура Беларуси во второй половине 17-18 веков. Развитие образования происходило в условиях полонизации, против чего было направлено обучение в православных школах при братствах, добровольных и культурных объединениях горожан. С 1697 года государственными языками в Речи Посполитой были признаны польский и латинский, на которые переводилось преподавание в учебных заведениях. Образование было доступно преимущественно шляхетским детям. Центром образования науки являлась Виленская и Зуицкая академия, университет, бывший и Зуицкий коллегиум, преобразованный в высшее учебное заведение. В 1773 году была создана Эдукационная комиссия, учреждение типа Министерства образования, открывшая за 20 лет своей деятельности 20 школ средней ступени и около 200 начальных школ. Среди учащихся 30% составляли крестьянские дети. Система образования стала более доступной и получила светский характер. Управление образования перешло от церковных учреждений к государственным органам. В области науки среди известных ученых был Казимир Семенович, автор книги «Великое искусство артиллерии», вышедшей в 1650 году в Амстердаме. Он одним из первых создал проект многоступенчатой ракеты и считается предшественником теории полетов в космическое пространство. Уроженец Брещена Казимир Лыщинский размышлял о человеке и его Божьем начале. В своем трактате о несуществовании Бога он писал, «Человек – создатель Бога, а Бог – создание человека». Таким образом, Бог является не настоящей сущностью, а созданием человеческого разума. Он высказал мысль также о том, что наша планета не центр вселений, вы избранный Богом, а один из немногих населенных объектов. Церковники, в руки которых попала рукопись Лыщинского, потребовали смертной казни для безбожника. По приговору суда Речи Посполитой он был обезглавлен и сожжен, а его прах развеяли выстрелами с пушки. Распространение идей просвещения содействовал православный церковный общественный деятель Георгий Каниский. Богу он считал первопричиной всего сущего и вместе с тем уважительно относился ко взглядам Коперника и Галилея. Собирал архивные стоки по истории православной церкви в Беларуси. Активно выступал против всевластия магнатов в Речи Посполитой и защищал права диссидентов. Шляхты некатолического вероисповедания. Его речь перед последним королем Речи Посполитой Станиславом Августом по нетовским защиту диссидентов была переведена на европейские языки как образец веротерпимости. Значительный вклад в развитие науки внес уроженец Гродничины, ректор главной школы ВКЛ, так с 1781 года называлась Велинско-Изуицкая академия, ученый-природовед и астроном Мартин Почобут-Адляницкий. Он изучал планету Меркурий, определил координаты многочисленных населенных пунктов на территории Беларуси. Был избран членом корреспондента Парижской академии наук и Лондонского астрономического общества. Развитие литературы и книгопечатания продолжалось. Одним из самых значительных деятелей белорусской и русской культуры стал уроженец Полоцка, поэт, ученый, мыслитель и просветлитель Симеон Полоцкий. Он был наставником 8-летнего Петра I, будущего российского императора, для которого издал букварь языка Славенска. По его инициативе было создано первое в России учебное заведение «Славяно-Греко-Латинская академия». По произведениям Полоцкого студент этой академии Ломоносов познакомился со стихосложением. Симеон Полоцкий стоял у истоков первого в России театра, открытого при Царском дворе в 1672 году, где часть актеров составляли жители Беларуси. Книгой издания в Амстердаме занялся уроженец Всеславщины Илья Копиевич. По поручению царя Петра I он подготовил и издал в Амстердаме первое пособие по математике на русском языке. Вместе с приглашенными в Россию голландскими издателями Копиевич стал создателем нового гражданского шрифта, используемого в нашем письме и сегодня. Он издал первый в России календарь, стал автором первой в России карты «Звездного неба». Продолжалось строительство дворцово-замковых комплексов, среди которых выделялся замок в Гольшанах, теперь Ушмянский район Гродненской области, дворец Радивиллов Несвеженовый замок в Гродно, ставший королевской резиденцией и местом заседаний Сеймов Речи Посполитой. В первой половине XVIII века сложился своеобразный архитектурный стиль – Виленская барокко. Его примером стал перестроенный Софийский собор в Полоцке. В конце XVIII века на смену барокко приходит классицизм. Среди памятников, для которых характерно сочетание элементов этих стилей, выделяется дворцово-парковый ансамбль с опек в Ружанах. В живописи в конце XVIII века преобладали представители Виленской художественной школы. Среди них преподаватель Виленского университета Смуглевич. Ему принадлежит ряд картин на историческую тематику, в том числе посвященных личности Костюшка. Были созданы портреты Михаила Казимира Агинского и последнего короля Речи Посполитой Станислава Августа Понятовского. Театр. В XVIII веке европейскую славу получил крепостной театр Михаила Казимира Агинского, который был разносторонней и талантливой личностью – оперным композитором, музыкантом, виртуозом, поэтом. Театр Агинского, который размещался в Слониме, был назван «Усадьбой Муз». Он вмещал до 2500 зрителей. Здесь сдавались грандиозные представления на сцене, размеры которой позволяли выезжать на нее на лошадях. Часть сцены занимал бассейн для водных представлений. Северными Афинами называли имение Залесье. Нынешний Сморгонский район Гродненской области, принадлежавший Михаилу Клеофасу Агинскому. Он сочетал театральную деятельность с государственной, был активным участником восстания 1794 года, направленного против раздела Речи Посполитой. Стал автором знаменитого «Полонеза. Прощание с Родиной». Наибольшую известность приобрели частно-собственнические театры Радивиллов «Несвежие слузки». Популярными были произведения хозяйки «Несвеже» писательницы Франтишки Уршули Радивилл. Ее пьесы были олицетворением стиля рококо, театрализовавшего быт. В СССР во второй половине 1960-х, первой половине 1980-х годов характерны черты общественно-политического и социально-экономического положения. Общественно-политическое положение характеризовалось руководящей и направляющей ролью коммунистической партии, которая официально закреплена в принятой в 1977 году Конституции СССР. Коммунистическая партия Беларуси, согласно 6-й статье Конституции БССР 1978 года, провозглашалась ядром политической системы. Первым секретарем ЦК КПБ в 1965-1980-х годах был Петр Миронович Машеров, один из организаторов и руководителей патриотического подполья и партизанского движения Беларуси в годы Великой Отечественной войны, герой Советского Союза. Он пользовался большим уважением среди населения. В период его деятельности БССР достигло значительных успехов, создание индустриального потенциала, стал одной из высокоразвитых республик СССР, а Машерову было присвоено звание Героя социалистического труда. Промышленное развитие характеризовалось ростом всех отраслей, которые были связаны с научно-технической революцией. Принципиально новым направлением стало использование в производстве робототехники. В СССР показатели развития промышленности были одними из самых высоких в СССР. В начале 1970-х годов первым в республике перешло на хозрасчет метод хозяйственного, при котором доходы, получаемые предприятием от реализации своей продукции, должны покрывать и превышать его расходы на производство Министерства автомобильного транспорта. В годы 9-й пятилетки 1971-1975 годов было введено в строй более 90 новых крупных промышленных предприятий. Среди них нефтеперерабатывающий завод в Мозоре, металлургический завод в Жлобине, шинный комбинат в Бобруске и четвертый калийный комбинат в Солигорске. Развитие новых отраслей производства привело к увеличению численности городского населения. Большая часть молодежи из деревень переселялась в города, где уровень жизни был выше. Строились и развивались новые города – Новополоск, Солигорск, Светлогорск, что свидетельствовало об урбанизации. В 1984 году была сдана в эксплуатацию первая линия Минского метрополитена. Произошла электрификация основной железнодорожной линии Брест-Москва. Комсомол Беларуси принял самое активное участие в строительстве железнодорожной Байкал-Амурской магистрали БАМ. В середине 1980-х годов Беларусь была одной из самых экономически развитых республик СССР. При этом экономика ориентировалась, как и прежде, на экстенсивный путь развития, то есть за счет опережающего вовлечения материальных и трудовых ресурсов. Сельское хозяйство БСССР специализировалось на развитии мясного и молочного животноводства, производстве картофеля, льна до лугунца, сахарной свеклы. В республике во второй половине 1960-х годов развернуло строительство крупных механизированных ферм, комплексов по откорму крупного рогатого скота и птиц и фабрик. Огромные средства, направляемые государством на нужды сельского хозяйства, использовались в условиях административно-командной экономики и не всегда целесообразно. Государство постоянно повышало закупочные цены на мясо, молоко, зерно. Продавались же эти продукты по очень низкой цене, что компенсировало довольно небольшие заработки трудящихся. Разница между высокой закупочной ценой и низкой ценой при продаже дала к потерям со стороны государства. Продолжались работы по мелиорации. Было осушено около 1 миллиона гектаров земельных площадей. Вместе с тем ухудшилась экономическая ситуация в районах размещения животноводческих комплексов, а около 1 трети всех мелиорированных площадей оказались пересушенными и малоэффективными для земледелия. Началась химизация сельского хозяйства, внесение в почву искусственных одобрений, число которых с 1965 до 1985 года увеличилось почти в 20 раз. Такая чрезмерная химизация также вызвала обострение экологических проблем. Характеристика социально-экономического внешнеполитического положения Беларуси с опорой на историческую карту. Характеристика социально-экономического развития Беларуси с опорой на карту развития сетки железных дорог в Беларуси во второй половине 19-х – начале 20-х веков. Первая железная дорога, которая представляла собой 30-километровый участок Петербургско-Варшавской магистрали от местечка Поречи до Гродно, была опущена в декабре 1862 года. Также были построены в 1860-е годы Рига-Орловская в 1870-е годы, Московско-Брестская и Лебава-Раменская. Ее здание вокзала было возведено в Минске в 1880-е годы, Полесские и в 1902 году – Петербургско-Одесская железная дорога. Их протяженность через Беларусь составила 3000 километров. Железнодорожная сетка на территории Беларуси была одной из самых густых в Российской империи. Железнодорожное строительство содействовало росту городов, укреплению хозяйственных связей между разными областями Беларуси и превращению их в составную часть общероссийского и европейского рынков. Итак, ребят, всем спасибо за просмотр. Напоминаю, что вы были на канале Unknown Wallwisher. Я думаю, что вы, ну, если вы это смотрите и вы знаете, какой у меня обычный голос, ну, можете сравнить по видео, то я думаю, вы понимаете, что я болею, и болею так неслабо. Очень тяжело говорить. Всем хорошего настроения, подписывайтесь, у меня есть социальные сети, буду очень благодарна, если будет обратная связь. Также простите, пожалуйста, что я сейчас вообще не связываю речь, потому что уже 11 вечера, а встаю я в 7 утра, так что думаю, вы можете меня понять, мне что-то все монетировать и выкладывать. Поэтому буду очень благодарна, если вы оцените мою работу. Всех люблю, целую, всем хорошего настроения, всем удачи на экзаменах.